Динка Блиста Канджо 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 прилетать не будут, но если попадутся гриферы, которые любят гоняться не на опрессорах и лазерах с гидрами за вами, а именно на машинах то вот под таким ракурсом прострелить-то смогут хотя, конечно, пожимаем им удачи пуленепробиваемые покрышки ставьте и потом можете бегать от этих ребят, пускай они немножко попотеют не облегчайте им задачу, как говорится задняя часть здесь присутствует такой плавник на крыше заднее стекло довольно большое по площади оптика примерно такая же, как передние фары то есть она ничего вау-эффекта не вызывает но по крайней мере не вызывает отторжения я на заднюю часть машины с видом от третьего лица смотрю спокойно, без раздражения она нисколько нас не мозолит это самое главное если не сделали красивым, то чтобы хотя бы не раздражало с этим машина вполне справляется лючка нет новость хорошая, хотя я не думаю что найдется много женащих на этой машине возить ящики на склад хотя, как знать, все мы разные и у нас могут быть разные совершенно предпочтения так, машина кнопка рычи со звуком мотора все в порядке машина рычит убедительно так, что у нас в салоне? салон без изысков тоже ну, по крайней мере, не эта дурацкая старая панель как во многих внедорожниках уже радует руль со строчкой в виде нитки она такого ярко-белого цвета я предполагаю, что за цвет будет отвечать дополнительный цвет машины покраски ее приборная панель через руль хорошо видна единственное, приборчики маленькие именно с моим разрешением далеко не самым большим там уже показания приборов смазываются хотя, все равно еще можно понять, на какой скорости едет машина и за это спасибо Rockstar сделали так, чтобы было видно, с какой скоростью мы едем дверцы без ручных стекноподъемников за это большое спасибо знаете, я небольшой их любитель единственное, что вот опять эта текстура ручки дверей с кнопками она вся замыленная судя по всему, псевдо-трехмерная глядя отсюда это несколько расстраивает сидение довольно симпатичное тоже со строчкой из нитки ярко-белого цвета но это сугубо такая спортивная машина представлена в GTA 5 Online а сидение далеко не спортивное забегая вперед можно поставить и спортивное но вот эти вот какой-то спортивностью не отдают боковой поддержки практически нет и псевдо-задний диванчик увы, без подголовников ну что ж, ладно как-нибудь я это безобразие переживу с внешним видом мы закончили и теперь стоит коснуться внешнего тюнинга я уже забегая опять же вперед скажу что там есть на что посмотреть незамедлительно приступаем к этому созерцанию давай, Канжо, посмотрим что у тебя по части внешнего тюнинга первая позиция внешнего тюнинга бамперы передние стандартный выглядит вот так пошли варианты ну этикеточки куда же без них с отверстием перфорированным очень даже неплохо с коронадами с плавничком таким большим ой-ой-ой какой конхоз но я думаю что любители такого найдутся то есть сами видите радикально переднюю часть никак не преображает но поиграться с стилистикой можно это хорошо задние бамперы вот в утильцехе именно с таким вариантом с колечком болтающимся представлено оно меня раздражает даже если машина стоит под наклоном оно постоянно раскачивается бесит я его убрал наклеечки перфорация с дырками с дефлекторами всякими снятый жесть ну кому-то возможно понравится есть варианты это хорошо это мы только бамперы посмотрели уже неплохо двери здесь вот над верхней кромкой двери появляется такой отражатель воздуха дефлектор можно в карбончик закатать или вот гоночные сетки королейные очень даже неплохо так смушитель базовый выглядит вот так одинарный так стоит двойной прямоток в разных вариантах ох какой здоровый а рычать будет ой 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 не ездите по району ночью с таким умушителем пожалейте людей не будьте сволочи такс ну и вот начинается кринж в стиле шокотан это японцы так любит изгаляться на машине когда колеса выворачивается снаружи под большим углом плюс вот такие огромные выхлопные трубы максимально заниженный подвес выглядит забавно но на таком есть я бы не захотел хотя опять же на вкус и цвет крылья этикетки спереди и сзади прорези а где прорези не вижу алё а вон они там над передним колесом появляются ну да ну ладно пускай будет решетки радиатора есть с вариантом где интеркуллер открыт неплохо варианты фар вот можно полностью закрыть фары или одну из фар заменить на воздухозаборник вот эта вот дырка с решеткой тоже неплохо капоты с этикетками всю машину можно этикетками обвешать вот такой вот вариант насколько я помню был именно в утильцехе я поменял нагнатки в конце видео покажу для чего ну согласитесь вот даже с турбинкой вот с такой есть очень злобно выглядит круто злобный любит когда злобно так что у нас еще есть раскраски вот это мы любим можно ржавую сделать хотя конечно ржавый цвет и глянцевый лак смотрится очень даже странно как-то гоночные гоночные о да девчонки аниме это я люблю это я одобряю в gta 5 онлайн в реальной жизни не очень а вот в gta 5 онлайн одобряю угадайте в конце видео в какой она будет раскраски правильно так хорошо номера уникальные были даже с табличкой но постояв один день в гараже уникальная табличка слетела остался только уникальный номер пока пускай будет он потом поменяю может быть а может быть и нет окраска основной цвет металлик небольшая полосочка на переднем бампере не красится зеркала заднего вида и небольшой участок заднего бампера ну плюс еще крылья пороги прошу прощения конечно же пороги само ничего не меняется дополнительный цвет зеркала заднего вида и порожки меняются ну потому что они были порожки в дополнительный цвет выбраны внутри салона да за цвет строчки отвечает дополнительный цвет имейте ввиду эмблема банды не очень большая на двери может было побольше сделать но почему то не стали каркас безопасности смотрим из салона сразу полуклетка на пол салона и вот начинается видите сидение меняется уже на спортивные хотя защита головы будет похуже разные каркасы безопасности сиденья только одно будет у некоторых машина еще и стиль сидений меняется у этой нет крыша доп цвет опять этикетки карбоновая багажный бокс решеточка и с покрышками пороги вот так в стоке выглядит несколько вариантов такие же порожки с разными раскрасками и уличные с плавниками три вида два из них с плавниками спойлеры стандартный спойлер вот такой это крыло убрать не получится но хотите лучший результат что то поставьте кроме стандартного чтобы прижимная сила получше была а на машине прижимная сила потребуется стандартное крыло еще больше оттопыренное ну кстати тоже вариант неплохо чуть чуть поменьше бы оно было бы даже лучше смотрелось бы чем базовое уже кринж начинается ой-ёй-ёй-ёй-ёй ай-яй-яй-ёй не надо Rockstar не надо ну зачем ну для чего ну почему ну ведь найдутся люди которые изуродуют машину именно вот такими вариантами эх Rockstar Rockstar полосам лобовое стекло можно без него можно с ним дойти снимать не хоть ну вот что за безобразие снять эту несчастую полоску 23000 не 2300 а 2300 Рокки зачем 39000 вот за это вы серьезно кошмар кто вас там настраивает все это делал так подвеска смотрим с недавних пор ну готовьтесь дети мои стандартная ролейная нате вам любите машину в стиле шикотан вот пожалуйста это оно нравится я думаю некоторые сказали вау хочу не хочу я машину уродовать не буду это вот помните как у старых машин вы начинаете занижать подвеску колеса остаются на месте только ниже дорожный просвет становится а здесь нет здесь колеса начинают выворачиваться снаружи и вот до такого состояния жуть я так над машиной издеваться не буду такс багажник ну багажник имеется ввиду вот это вот зона вокруг номера сзади можно как-то обмогородить и колеса меня интересует все таки базовое это или не базовое фигушки сдвое это не базовые колеса база выглядит вот так а знаете что а мне базовые нравится больше да они меньше по диаметру диски сами но меня это нисколько не парит и колесики уже становятся я оставлю базовые хоть что-то какая-то изюминка есть а вы потом при желании переделайте такс и осталось у нас стекла я уже с тобой тонировочку нанес так вот без тонировочки смотрим фары будут тонироваться на передней никак не влияет тонировка на задней тоже то есть я смотрю это для того чтобы понять если нанесете тонировку затонируются ли фары повлияет это на освещение ночью нет не повлияет это хорошо как вы видите с тюнингом дорого-богато для тачки даже если с обычной ценой чуть больше полмиллиона долларов гта я считаю что очень достойный результат надеюсь вы со мной согласитесь ну а теперь не откладывая в долгий ящик приступаем к тестированию машины lime blыв м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а пока что вывод вот такой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и добрались до импровизированной Гоночной трассы, давайте смотреть, что машина нам сможет показать Гоночный вариант или не гоночный Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Так, что я ой-ой-ой-каю, должен вам сказать Машина очень туго реагирует на действия с рулем То есть выражается это и самой реакцией И под последующим поведением Вы уже перестали поворачивать куда-то в сторону А машина продолжает туда катиться Это плохо, ее постоянно надо ловить А учитывая, что машина переднеприводная Если вы играете с клавиатурой Любые действия с кнопками будут заставлять ее резко рыскать в сторону И вам придется постоянно мансить кнопками Чтобы ее удерживать на джойстике Это сделать значительно проще Но именно поэтому на джойстике я и катаюсь В GTA 5 онлайн Такс Тормоза, да, средний по эффективности ближе к махе Змейку пробуем О-о-о-о-о-о-о-о Не может Не может Да, это боль Это боль к Анжу Это боль Уже на втором препятствии мне пришлось принимать меры Для того, чтобы машина не размотала Ее начинает сильно кренить в какую-то сторону Вы начинаете выворачивать руль в обратную сторону Машина начинает нехать и реагировать И времени на то, чтобы повернуть у нее не остается Это плохая новость И для нас, и для машины Так, Анжу Ну давай попробуем тогда Разболтать тебя Поворачиваем руль быстро влево-вправо Посмотрим, уйдет ли в занос Как тут нажимать влево-вправо Когда она с места не разгоняется Не получается это сделать Опять же из-за плохой реакции машины на поворот руля И что у нас в целом по поворачиваемости Максимально избыточная на маленьких скоростях И с ростом скорости становится недостаточно и тугая Вот это и есть та боль Которая возникает у знающего человека При слове Динка Блиста Канжо Это хорошо выглядящая машина Будем честны, с кучей тюнинга Но с огромными проблемами с управлением Я должен заметить, что они никуда не делятся И на 2024 году Все бы ничего Даже тормоза хорошо, они средние Чуть похуже, чем средние Но терпимо Но вот именно управление Это больное место машины Я предлагаю поговорить об этом подробнее в выводах Иначе зачем вы тогда смотрите мои тесты Ну а сейчас продолжаем дальнейшие испытания И переходим на грунтовое покрытие Машина довольно бледненько выступила на твердом покрытии Посмотрим, как она себя поведет на грунте Может что-то изменится в лучшую сторону Но я, по крайней мере, на это искренне надеюсь Хотя пока не чувствуется, что в лучшую сторону Машину волтузит из стороны в сторону Ее постоянно приходится подруливать Это не эффект мыла под колесами Как иногда бывает А именно особенность ее управления Она постоянно норовит куда-то скатиться в сторону На авиатуре вы, наверное, наплачетесь Пытаясь ее куда-то выровнять На джойстике это делается довольно просто Хотя не очень-то и приятно Ну ладно, впереди последние испытания Посмотрим, как машина с ним справится Заключительное испытание для блисты Канжа Посмотрим, пройдет она его достойно Или это испытание превратится в летающий цирк с конями Мне самому даже интересно На грунте выступила довольно бледненькая машина Даже под прямой двигаясь А вот как она у нас будет здесь выступать Выступает она здесь хуже, чем при движении прямо Сами видите, она постоянно рыскает из стороны в сторону Вроде устойчивость на кочках неплохая Машина не сильно подбрасывает Но то, что постоянно наезжая на кочке Она старается влево или вправо укатиться Мне это категорически не нравится Машину приходится постоянно контролировать И она расслабиться не дает не то, что на секунду На долю секунды Она не дает расслабиться Ее нужно постоянно контролировать Это учтите, я на джойстике играю Какой тут цирк начнется, если играть на клавиатуре Я даже боюсь себе представить Не просите меня это проверять Я не хочу потом еще деньги на психоаналитик тратить Чтобы мою пошатнувшуюся нервную систему После этого выпрямлял Я не для того в игры играю Чтобы мне потом психоаналитик после этого бегать Но, будем честны, справилась неплохо Ее, по крайней мере, не перевернуло С трассы она не улетела Тормоза тоже хуже сильно не стали Хотя лучше не стали однозначно В целом, если вы любитель Сами себе устраивать проблему на задницу Вы можете брать ее даже в ралли Плюс-минус она проехала трассу нормально Не занесло, не врезанность Не улетела в воду, ничего Но мне пришлось ее контролировать И еще раз, для тех, кто невнимательно смотрит Или смотрит недавно, повторяю Я играю в версию игры для компьютера Не для приставки Но я играю на джойстике от Xbox А джойстик, в отличие от клавиатуры Позволяет более тонко управлять машиной За счет курков, которые дозируют газ И за счет стиков, которые позволяют Не в одном позиции выворачивать руль, как на клавиатуре А под определенным углом по чуть-чуть С помощью джойстика эта машина плюс-минус управляется Ну а как она себя ведет в целом Мы об этом сейчас поговорим в выводах Вот мы добрались до выводов И почему же при снове канджа Большинство игроков испытывает чувство боли Кто в сердце, кто пониже спины Кто оба чувства сразу Да потому что при том, что машина выглядит очень даже неплохо При том количестве тюнинга, что ей дали Она совершенно отвратительно управляется И отсюда вытекает самый главный ответ на самый главный вопрос Можно ли брать ее в гонки? Нет, не вздумайте Ни в коем случае Да, вот это я именно тебе говорю Который гадко ухмыляется И думает, что он такой мега весь из себя гонщик Братан, сестренка, я не знаю кто ты Но пожалуйста, я тебя прошу Не бери ее в гонки Потому что мне искренне жалко Твои нервные клетки Которые погибнут у тебя до конца гонки Из-за того, что эта машина вообще В принципе не управляется А за это следует спасибо сказать нашим любимым Rockstar Зачем? Почему? Для чего? Ну, возникает только одна ассоциация У того, кто отвечает за настройки автомобиля в игре Явно был какой-то инцидент, связанный с Кондой Civic То либо он ее не купил Либо он ее размотал Либо его кто-нибудь переехал на этой машине По-другому это никак не сказать Ладно, все это эмоции Ну а теперь, что у нас в сухом остатке У нас есть машина, которая совершенно не приспособлена для гонок Которая снаба приспособлена для движения по трафику в ценах И которая прекрасно подходит для того, чтобы быть коллекционным автомобилем Особенно если вы получаете ее практически даром Как на этой неделе Поэтому забирайте, не думая Ставьте ее в гараж Тюнингуйте перед этим И просто наснаждайтесь ее внешним видом А я искренне надеюсь, что у Rockstar все-таки Где-то зашевелится совесть И вместо того, чтобы клепать непонятные машины Они все-таки займутся тем, что доведут до ума старые Этой машине не надо повышать скорость Этой машине не надо добавлять ничего еще там из тюнинга Или из каких-то фишек Сука, сделайте просто ей нормальное управление Не топовое, но чтобы она по крайней мере управлялась клавиатурой И теперь мы подходим к самому главному Злобно, а что где делать, если она мне очень нравится Я поклонник Civic и хочу на ней кататься Я тебе отвечу на этот вопрос Купи джойстик Да, я понимаю, вы скажете А ты знаешь, сколько они стоят? Да, я прекрасно знаю, сколько они стоят Я прекрасно знаю, сколько стоит беспроводной джойстик от Xbox One S Который у меня И тем не менее, я играю на джойстике Если вы себе можете позволить видеокарту поставить в компьютер Стоимость от 25 тысяч и до бесконечности То, ребята, вы меня извините Вы джойстик себе можете тоже позволить Покупаете джойстик Подключаете, настраиваете И понимаете, что как я раньше без этого играл Управление машин в GTA 5 онлайн И в том числе даже летающей техникой Оно заиграет перед вами совершенно другой краски На джойстике эта машина плюс-минус еще как-то управляется Я не хочу сказать, что она будет ехать как Кригер Но вы хотя бы сможете ее контролировать На клавиатуре она не контролируется от слова совсем Я пробовал за кадром ездить на клавиатуре Знаете, что случилось? Через 30 секунд поездки у меня задница ушла чуть ли не на второй космической Пердячей скорости в стратосферу Это невозможно Это отвратительно Это выбешивает Ну, вот так Как я обещал, я поровлял Я попугагашил И я побомбил Машина, как коллекционная Сойдет Я ее поэтому оставляю Плюс к тому же там есть у нее Раскраски в стиле девчонки аниме А я это очень даже сильно люблю Во всех остальных случаях Не вздумайте покупать Только если на халяву И только в качестве коллекционного автомобиля Злобный свой доклад закончил Вас благодарю за внимание Переставайте гадко ухмыляться И идите занимайтесь своими делами А мы с вами увидимся в новых видео И на новых стримах Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok